Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, диско Элизиум и Эй Камон, которому я попытался найти ключик за кадром, и у меня получилось, поэтому внимательно следите! Мы просто нажимаем всегда первый вариант. Хардкор, промолчать, промолчать, промолчать. Такой хардкор! Да! И теперь, прям вот точно уверен, он склоняет голову в другую сторону, как какая-нибудь сова. Вопрос в том, в чем вопрос? И таким образом мы разгадываем загадку Камона. Блин, просто постоянно клацая первый вариант. Это поразительно. Я потратил на это минут 10, наверное. Пока пытался подобрать к нему ключик. Нет, серьезно, мне кажется, это не хардкор. Он хмурится и снова перекладывает голос одного плеча на другое. По спине у тебя ползут мурашки. На какое-то короткое мгновение ты даже перестаешь слышать музыку. На Рюде Сенгислен рядом с каналом растет боярышник. Не волнуйся, все в порядке. На самом деле, он не сомневается. Все по-прежнему супер-хардкорно. Он, наверное, хочет сказать, что может еще подкрутить. Я бы ему подкрутил немножечко мозги. Ну ладно. Эээ, ты можешь увести сигнал соны на колонке? Так, давайте сначала просто. Как тебе церковь? Дааа, берись за дело, двигай телом. Он размахивает под этим вверх кулаком. Нам зажигать не надоело. Первая страница второй главы. Его голос эхом разносится по всему залу. Первая страница второй главы. Это первая часть второго главы. Сиберия! Скутер, если что, ребят. Если вы слышали скутер, то вы знаете, в чем дело. Так ли это? Для него, возможно, да. Для тебя осталось максимум пара глав последней страницы. Ты умеешь считать мысли? Нет нации, кроме транснации. Нет войны, кроме классовой. Значит, ты не экстрасенс, а коммунист? Значит, умеешь? Не неси чушь, конечно, нет. Джермен просто выкрикивает случайные фразы. Естественно, есть шанс, что рано или поздно кому-то покажется, что он читает мысли. Да, Ревашульский императив! Если, конечно, ты прямо сейчас не думал про Ревашульский императив. В любом случае, я понимаю тебя. У меня тоже бывало такое ощущение. Ты прав, я ни о чем подобном не думал. Суперзвезда хардкора? Значит, ты не экстрасенс и коммунист? Он не коммунист. Ему просто нравится выкрикивать эти фразы. Научился у кассет Жокея. Типа диск Жокей, кассет Жокея в Полизее. Вот она была коммунисткой. Да, с боевым клещем. Коммунисты просто кучка слабаков. Лучше не ударяться в коммунизм. Категорический взгляд и мешает понять мотивацию каждой стороны. О, конечно, это я могу. Он кивает. Если хочешь, я могу не иметь никакого мнения. Пожалуйста, не обращай его в морализм. Я даже не знаю, что и сказать. Становись моралистом. Фей, камон, равновеси нуждаться в тебе. Не становись. Погоди, что я несу. Ты должен сделать выбор тщательно. Продолжение за и против. Это путь тех... Так, вот. Неплохо. Орёт парень. Видимо, и камон теперь моралист. Скажи ещё нибудь. Ещё нибудь. Ещё что-нибудь. Пора найти компромисс. Он смотрит на тебя с невозможной широкой сияющей улыбкой. Проверяя, одобряешь ли ты его слова. Естественно, нельзя принимать поспешных решений. Не хватает совсем немного чего-то. Поэтапные изменения. Весьма достойно. Я стремительно сближаюсь к решению, которое не понравится никому. Тебе кажется, что в улыбке и камона слишком уж много энтузиазма. Но пока что сойдёт и так. Так. Хорошо. Правда, что тебя зовут? Джермен? Уи! Джермен и камон! Типа и камон, и камон, и камон. Ну да, хорошо. Джермен. Да, так и есть. Почему у тебя на пряжке изображены лёгкие? Кстати, лёгкие, помните, это знак... Лёгкие, это любовь. Как лёгкие связаны с любовью? После того, как Долорес Дэй была рукоположена в светочь, лёгкие наполнились светом, которые... Да, мы это читали, мы это знаем из витража. Ибо мир любил, и она любила весь мир. Да! А почему нет? Разве не в лёгких заключено дыхание души? Вот так вот. Любовь внезапного скольца и тона, мир будто замирает. В женских лёгких. Я одинок, но мне это не страшно. Это страшно. Это странное, надломленное чувство. Останется всё сильнее и сильнее, потому что я никогда не любил никого похожего на тебя. Ты чувствуешь прилив дефамина. Будто электрические разряды пробегают по черепу и стекаются к шее. Очень приятно. Словно в этой чахлой губке, которую ты зовёшь телом, загорается искорка жизни. А, похоже, тебя терзают сомнения. Что не так с этой музыкой? Ничего, всё в порядке. Я по-прежнему очень люблю хардкор, внезапно погружается в задумчивость. Иногда у меня такое чувство, что нотная музыка ещё в зачаточном состоянии, понимаешь? Вот взять, например, этот микс Арно Ван Эйка. Я оставлю его весь последний месяц и продолжу ставить до конца 51-го. Неужели что-то мешает ей? Мешает стать гиперхардкорной? Он на мгновение задумывается, а потом его лицо проясняется. Это его единственная ультрамелодия. Мне кажется, что это суперхардкор. Но ты прав, это не гиперхардкор. И что? Погодите. Честно говоря, это немного про-про-то просто. Ну-ка. Как будто мысль не до конца сформирована. Может, ты и организирующий алкоголик и никчемный коп, но ты вполне уверен, что про-то и хардкор несовместимы. Ладно, про-то это, видимо, что-то отдельное. Это про-то хардкор, вообще не хардкорный. Почём рыбка? Вторая... То есть... Это первая плача второго капитана. Как много рыбок? Кто-то тут... Тот, кто писал эти диалоги, он явно фанат скутера. Хорошо. Почём рыбка? Это серьёзный вопрос. А ты со своей рыбой? Рыба не имеет к этому никакого отношения. Имеет, чувак! Имеет! Ты просто не понимаешь. Эй, ты слышишь, как будущий лидер шептовал обращать к своему другу. Нельзя, чтобы он понял, что не догоняет про рыбу. Это про-то хардкор. Фига себе, культурный коп! Возможно, ты прав. Но как же тогда ему стать хардкором? Сердцем я это чувствую, но умом осознать не могу. Если... Фига себе, его раздвоило. Если это не хардкор, то что же тогда? Это подозрительно похоже на вопрос. Я думал, вопрос в том, что... В чём вопрос? Постараюсь придумать, что может сделать эту музыку хардкорней. Погоди, я только что вспомнил. Я же полицейский. Я не могу вам сейчас помочь. Мне нужно что-то... Так. Вот, вопрос. Нет, это ответ. Ну, я же полицейский, и что? Так-так, парень просто изнемогает от нетерпения. Но это неважно, моё полицейство нам не поможет. Хм. Придумать что-нибудь? Чего? Он, как обычно, смотрит на тебя с восхищением. Парни, у него в голове что-то происходит. Твой разум трудится, и мелодия уступает на второй план. Ты слышишь, как говорит, шумит кровь, снабжая кислородным топливом твои мысли. Знакомый ритм. Подумать ещё. О, да, у него получается. Ничего подобного. Это, вероятнее всего, предмет, который выходит за границы разумного. Ощутить, как кровь. Абстрактные фигуры напрасно молчат... Напрасно маячат на переднем плане. Суть таится глубже. Ответ – мощный импульс, который гоняет миллиарды по... Миллилитры по сосудам и твоей голове. Тёмный стук – источник всех ритмов. Вдохновение за холодным расчётом. Воображение меня подводит. Понимаю, меня тоже. Он смеётся, качай головой. Я не могу сейчас помочь. Мне нужно что-то ещё. Что-то большее. Грубая сила. Эй, ты можешь увести... Так. Погоди. Может, твоё тело сможет подсказать тебе, чего не хватает миксу Арна Ван Эйка. Что нужно, чтобы сделать хардкорнее? 58. Грубая сила. Я могу сейчас... Погоди, чувак. На грубую силу. У меня там была майка. Вот это. Что мне ещё было на грубую силу? Логика, драма. Концептуализация, кстати. Электрохимия. Видите, у меня что-то ещё было. Эмпатия. Стойкость. Сумрак. Восприятие. Это драма. Болевой порог. Ха, минус 2. Грубая сила. Ну-ну. Хорошо. Я думаю, что мне этого может хватить. Сохраняемся. Насколько мне это увеличило проценты? Нормально. Поехали. Получилось. Колонка. Твою за ногу. Мне нужна будет та колонка. Даже когда ты танцевал под этот ритм, ты чувствовал лёгкими, в которых вибрировал воздух и в своём одиноком сердце, и в солнечном сплетении, в которое нужно направлять удар. Чувствовал, как любое хардкорное, хардовое животное. Нужно добавить басов. Что? Он делает внезапное движение, будто хочет уменьшить громкость, но это было просто страшно. А ещё нужна мелодия. Хорошая мелодия. Залог того, что песня будет застревать в головах, так что не выковыряешь, указать себе в голову. О, ладно, начнём с мелодии, но откуда мы всё это возьмём? У меня уже достаточно копотипов, я не собираюсь становиться ещё каким-то анодным копом. Я не знаю, я думал, ты знаешь. Мне жаль, но я не слишком разбираюсь в анодной музыке. Я просто тусовщик, раскачиваю народ и говорю про хардкор. Про хардкор. Хорошо, я займусь этим официально. Хардкором должен заниматься полиция. Ладно, посмотрим, смогу ли я выяснить, что это в частном порядке. Это будет гражданское расследование. Конечно, принять задание. Ты чё? Молодой человек благодарно молчит. Он даже пытается скрыть улыбку, будто боится, что она может помешать твоему расследованию. По сути, тебе просто нужно найти запись какой-нибудь клёвой песни, чтобы Эйкомон смог замиксовать музыку для Ван Эйка. Да, может, у уличного торговца, который стоит напротив ломбарда. Напротив ломбарда. У китайца, что ли? Есть какие-нибудь записи на продажу, как вариант. На Рюде Сен Гислен рядом с каналом растёт боярышник. В его ветках запуталась целая катушка магнитной ленты. Её бронзовые нити развиваются на ветру. Рюде Сен. Я бывал там. О, это я знаю, это я могу подсказать. Сен Ги, это бульвар перед мостом через канал. По нему можно дойти до танцев тряпье и грузового порта. Там стоят фонари. И я тоже это знал, и сам мог рассказать. И положен мозаичный тротуар. Там сейчас не пройти из-за пробки. Ну да ладно. Там холодно. Может, тебе ещё раз танцевать? Хотя это было просто мега. В прошлый раз... В прошлый раз было мега. Оставить эту мысль. Как бы там ни было, разбираться тебе, коп. У меня тут есть одна плёнка. Может, получится с её помощью улучшить микс? Плёнка, да, ухмыляется? Он крутит... Крутись, вертись. Музыка жизни, да. Лучше... Нет, 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 нет. Вот это не надо. Ладно, забей. Подключить. Мега-мега-даун. Вдруг становится серьёзным. Могу вывести через запасной канал. Каким кабелем он на полюсах? 3,5 или 4,5? 3,5. О, он использует 3,5. Следует... Следует немного паузы. Да. Я кабельный вход для 4,5. А кабельный для 4,5 не подходит. О, нет. Лейтенант прикроет глаза. Мы стряли в этой церкви навсегда! Не волнуйся, у меня есть переходник. Он поднимает кабель с пола и смотрит на разъём. Погоди-ка, это же 4,5. Всё в порядке, народ. Широко улыбается он, вставляя кабель внизу. Раздаётся приятный щелчок. Фу, слава богу. Переходники заметно искажают качество звука. Отлично, наконец-то кто-то достучался до него. Ладно, за дело. Можно, пожалуйста, выключить музыку? Эй, музыка! Слушайте, послушайте все. Только без паники. Я сейчас отключу, Арно. Арно, всего на секундочку, кричит парнишка, щелкая выключателем на пульте. А сейчас нас ждёт нечто особенное. Фига себе, мне удалось его уговорить. Арно скоро вернётся. А сейчас мы на секунду переключимся на кое-что другое. Поворачиваться к тебе. Ладно, можешь передать ей, что я Камон готов врубить звуки и выключить музыку. Спасибо, Камонище. Так, насчёт музыки для Камона ещё. Это не всё так просто. Итак, я поговорил с ним, он подключил кабель, теперь вы можете... Хорошо, но она колеблется, её взгляд всё ещё прикован к Икамону. Может, вы попросите его немного убавить громкость на всякий случай? Максимум, кричит Икамону, чесарная улыбка всё ещё сияет на его лице, словно красный карлик. Только на максимум. Да, да, конечно. Но я прошу вас, убавьте, пожалуйста, громкость. Только на время. Ещё не обязательно... Ещё... Её же не обязательно выключать на... Включать на максимум. Держись до упора, держись до последнего. Только так, на клею. На клею. Ну что ж, тогда я вправо только так. Регулятор громкости микшера всегда на максимум. Он приклеен. Ха-ха-ха-ха. Ясно. Вот видите, она поворачивается к вам, готова опустить руки. Он будет держаться до последнего. Это безнадёжно. Зачем вам убавлять громкость? Потому что я боюсь, что что-нибудь произойдёт. Это неизученное явление. Она поворачивается к Икамону. Если понадобится, мы всегда можем повысить её обратно. Хардкор не сделает тише! Мне кажется, он пытается сказать, что кнопка регулятора громкости заклинила на максимум. Всё, разумеется. Она пожимает плечами, смирившись со своей судьбой. Да! Вечное просветление лучи... Лучи звука. Офигасишь! Это орёшь, чувак. Ладно, неважно. Вернёмся к нашему проекту. На счёт 5 я включу звук в наушниках. Все готовы? Она будет взглядом всех в церкви. Я Камону выбрасываю сверху руки, предвкушая новый ритм. Все готовы, отвечает Андре. Готов! Говорит Ноек. Наконец, Ассель поворачивается. Наконец, Ассель поворачивается к вам с Кимом. Я готова. А вы детективы? Она спокойно кивает. Но на самом деле не так уж и спокойно. Его рука тянется к кобуре. Подождите минутку. В чём дело? Возможно, нам не следует этого делать. Это слишком опасно. Да ещё и на максимальной громкости. Я готов. Всё, я готов. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Звук включён. Она отнимает руку от клавиатуры. Полная тишина заполняет помещение. Ни ветра снаружи, ни волн, ни скрипа половиц. Полная, ничем не прерываемая тишина. Это неестественно. Женщина озирается. Ты видишь, как в этой тишине на полу пляшут пылинки. Головка динамика выберирует, а затем замирает. Начинает крошиться штукатурка на стенах. Ёлки! В этой тишине по твоему позвоночнику начинает распространяться низкий гул. Эта песня внутри тебя. Не в динамиках, не в церкви. Пасы вздыхают в подвалах твоего разума. Постепенно гул нарастает, пока воздух вокруг не начинает вибрировать. Теперь оно снаружи, в мире, проявилось. Оно пожрёт всё вокруг. Половицы, стёкла, улицы и людей. Ничто не останется. Эй, что происходит? Его голос слышит тревогу. Он делает шаг назад и внимательно осматривается вокруг. Воздух наполняет тихий стук, присоединяясь к хору звука, как будто хрусталь позвякивает в буфете. Этот хрупкий мир вот-вот треснет. Оно становится громче, произносит ноек. Его взгляд прикован к странному кругу чаш с водой. Чаши. Вода в них словно кипит. Осана, матерь мега крутоты. Слышишь ты крика и камон. И затем его крик примешивается что-то ещё. Его голос постепенно затихает. Он перебрал худший... Он перебрал худший приход за всю его жизнь. Что за странный стук? Этот бит спасёт мир. Будущее танца. Планетарно. Нет, камон, это окна. Это окно. Осколки стекла вокруг пустоты... Пустого сердца Долорес Дэй вибрирует от звуковых волн. Она совсем как живая. Вот это... Краем глаз ты замечаешь, как лейтенант осторожно отходит. Его взгляд намечает возможные маршруты эвакуации. Окно скорее... Скоро вылетит. Нет, крыша. Она смотрит наверх. Воздух заполняет скрежет скрип досок и гвоздей. Колонны церкви скривляются и трещат вокруг и у тебя над головой. Трещины появляются на витраже. Бегут вверх во тьму по деревянным колоннам. Кажется, это всё нафиг сейчас завалится. Снизойди до нас, любовь! На фоне начинает нарастать басы, словно челюсть гигантского компрессора. Пережёвывает металл и дерево. Очень недобрый звук. Фундамент здания трясётся. Полыка рёжит. Ты чувствуешь сильную пульсацию в своём теле. Так, всё, я выключаю. Она тянется в клавиатуре. Я так хочу с кем-нибудь потанцевать и начинать идти. Давайте вот так. Я так хочу с кем-нибудь разделить. Это жар! Чёрт, не получается. Блин, оно всё реально рушится. Женщина просто стучит по клавиатуре, но звук не исчезает. Асель, ты... Да, я его выключила, кричит она, сжимая в руке контактный микрофон. Андре, компрессор. Не то сейчас всё рухнет. Вот дерьмо, Андре, отчаянно колотит по кнопкам. Я не могу вырубить его сигнал. Передаётся не отсюда. Сигнал! Сигнал сейчас в микшере. Формирует цепь положительной обратной связи. Это конец. Жуткий рёв сводит крыши и сгибается над вашими головами. Где-то рядом с дверью бьётся стекло. Сейчас оно рухнет. И камон, это в микшере. И потом всё полностью останавливается. Полностью и навсегда. Как будто никакого звука никогда не было. Только твои уши до сих пор звенят от шока. Все смотрят на яйцеголового. А кто у нас яйцеголовый? Минуточку. И камон у нас яйцеголовый. Видимо. Который держит выдернутый кабель у себя в руке. И чёрный трёхпиновый коннектор. Камон! Я дёрнул кабель. Спокойно произносил стон. Становилось уже слишком хардкорно. Камон, ты всё правильно сделал. Андрес облегчение вздыхает и осматривает окна. Похоже, почти ничего не осталось. Офигеть, дамочка. Только не говорите, что вы это не записали. Четыре года, шепчет женщина. Двадцать два человека. Миллионы реалов. Всё это время лицом к лицу. Вот с этим. Всё просто стёрлось. Её губы дрожат. Сулеслав ни за что не поверит. Да, да. Так вы записали или нет? Это же полный улёт. Нам пригодится такое. Да, Андре. Она собирается стряхивать с кофты пыли и кладёт руки на клавиатуру. Я записала. Чёрт, нужно отправить пару писем. Всем спасибо за помощь. И тебе тоже, и камон. И вам, детектив. Она поворачивается к тебе. Ещё не знаю, что именно вы обнаружили, но теперь я знаю, как оно звучит. Это только начало. Ким, ты слышал? Было бы очень сложно не услышать такое. Думаю, вы правы. Он оборачивается к женщине. Здесь определённо что-то происходит. Вам нужно обращаться с этим очень осторожно. Я обещаю быть осторожным. Мы больше не будем так играть с этим. Что это было? Я никогда не слышал ничего подобного. Это были бы математические данные из аномалии, представленные в полной форме. Если рассматривать с технической точки зрения, теоретически, она качает головой, понятия не имею. Я никогда с таком не слышал. В тишине церкви её голос кажется приглушённым. Это твои уши отходят от шока. Вы напишите Сулеславу? Да, нашему ведущему разработчику. А может ещё и кое-кому из продюсеров и писателям, если они окажутся достаточно трезвыми, чтобы участвовать в разговоре. Они должны знать. Они должны знать об этом. Не переживайте. Я не буду отправлять им запись, хотя у них всё равно вряд ли есть динамики, способные воспроизвести такую чистоту. Что дальше? Вы собираетесь... Навык приехал. Останусь здесь. Прерывает она её... Прерывает она её ловкие пальцы уже на клавиатуре. Я собираюсь остаться здесь с этими психами, отправить пару писем, может встретиться с Сулеславом, а также разработать дальнейшие меры. Хочу сказать, нам это отлично подходит. Да, мне без разницы. Просто это она потом... Она потом передаёт. Но в любом случае, спасибо. Андрея от неё ничего лучше не дождётся. Но и это уже немало. По крайней мере, с её стороны. А теперь её пальцы точно по клавиатуре. Нужно сформулировать теорию. Своего рода предварительное объяснение всему этому. Иначе моё письмо будет выглядеть, как записка сумасшедшей. Да, нам нужно вернуться к восстановлению порядка в Мартинезе. Он делает глубокий вдох, т.е. сбросит напряжение. Вместо того, чтобы рушить его громкими басами неизвестного происхождения. Хе-хе-хе. Когда какой-то маленький тугой узелочек распускается у тебя в животе. Ты всё ещё жив. Так, на логику. Немыслимо 16. Слышал о Южном шоссе. Использовал проклятую торговую... Следовал проклятую торговую зону. Слышал про проклятую торговую зону. Это всё бонусы? Неплохо. Это у нас на логику, да? Погодите. Грубая сила нам уже не нужна, но нам нужна логика. Она каждый раз так дзинькает. Риторика, техника. А логику, по-моему, у меня ничего и не было. Как такового сумрак, грубая сила. Болевых порогов, внушения. Кстати, на полицейскую волну и... А, не, вот есть на логику жакетик. Драма. Очки на логику. Чё бы и нет-то. Говорю, на логику ничего нету. Рубашка на логику. Но это достаточно много для того, чтобы сработал этот триггер. Он сейчас тут будет... Да, 97%. Да, что вы хотели? Так, это вовсе не обязательно. Ты уже сформулировал давным-давно. Источник серости? Кстати! Погоди, но как? Эти мысли уже сформировались. Тебе в ходе давно забытого разговора. Кухонный стол, вечерний свет. А ещё женщина... Там была женщина. Её волосы пахли шампунем, и она тоже курила. Сонно. Это источник серости. Что? Воронка. Это лишь самое начало. Это зарождение источника серости. Но она смотрит вверх, и в её глазах появляется страх по мере того, как она рассматривает эту вероятность. Но здесь нет серости. Мы же в тысячах километров от рубежа. Мы в двадцати метрах от ближайшего рубежа. Она смотрит вверх, темноту нефа, затем снова поворачивается к тебе. Ты полностью завладел её вниманием. И вниманием лейтенанта тоже он снял очки. Серость лишь явление. Переход между нашим миром и вот этим. Тогда... Что же это такое? Ничего. Нет, это меньше, чем ничего. Нет, это меньше, чем меньше, чем ничего. Конечное состояние покоя реальности. Представьте, что всего этого, ты разводишь руки в стороны, никогда не было. Тогда серость лишь градиент. Но градиент, переход ещё определённо не начался. Мы здесь, серость... А серость нет. Однажды, когда она станет больше, это случится. Понимаю. Она закрывает глаза. Теория серости, согласно которой она не является внешним океаном, а распространяется, как раковые клетки или плесень прорывается где-то внутри нашего мира. И как раз одно из таких мест. Она на секунд замолкает, затем снова начинает говорить. Согласно этой теории, сколько у нас есть времени? Пока воронка не начнёт затягиваться, уже начала. Она уже затянула в себя звук. И информацию кивает она, вызывая потери данных в восточно-острово-листском филиале. Вы не думали о том, почему она образовалась в церкви? А ещё, когда и как она может начать разрастаться? Или оказывает ли она какое-нибудь воздействие, помимо затягивания звука и данных? Раз уж мы дошли до вопросов, у меня они тоже есть. Откуда вы всё это знаете? Я ни в коем случае не сомневаюсь в ваших словах, поясняет он. Мне просто любопытно, откуда детектив РГМ? Она не образовалась в церкви. Эта церковь образовалась вокруг неё. Все предприятия, что разорились в проклятой торговой зоне, все беды, постигшие Мартинес. Кажется, эти мысли уже посещали меня. Ну-ка, вот так вот. Разумеется, деревянный саркофаг. Или, она пытается подобрать слова. Своего рода, сдерживающая оболочка, построенная первыми поселенцами. Да, они действовали интуитивно. Или на основе каких-то религиозных традиций, о которых уже никто не помнит. Мне тоже пришло это в голову. Плохая новость о том, что за первые 10 лет существования поселения в Ревашоле было построено 7 деревянных церквей. Большинство из них сгорело во время революции или сменили свои назначения ещё до неё, во время сюзерена. Я не говорю, что воронки были во всех таких церквях, но у некоторых могли быть. Чёрная спора, повисшая в воздухе. Все эти предприятия. Вы думаете, присутствие этой бреши как-то повлияло на исход событий здесь? Даже, скажем, на разработку программ. Не увенчалось успехами, я веду эту. Это Энтропонез добрался и до истории. Диалоги, чтобы терпели крах здесь явно, что так. Вот, еду вот это. Я говорил продюсерам, что им нужно переехать в нормальный офис, соответствующий инфраструктурой и оборудованием. Но нет, художник нравилось мелье, писателям нравилась историчность, они качают головой. Я же им говорила. Ну, нужно всем рассказать. Я думаю, да. Вы имеете в виду плезенцию и резчицу игральных костей? Когда я паковал оборудование, там уже почти никого не осталось. Нет, только резчицу. Не думаю, что плезенция в состоянии переварить. Такие новости. Сообщить резчице. Тогда пойдите и скажите ей, произносится она широко, улыбаясь. Кажется, эти мысли уже посещали меня. Вот откуда я все это знаю. Офицер полиции и... Энтропонетик-любитель. Возможно ли более странное сочетание? Однако, предположения довольно интересные. И, должен сказать, хорошо сформулированные. Да, это очень интересно. Однако, не стоит утверждать, что вы знаете это наверняка. Это лишь предположение. Его еще нужно доказать. Но это уже работа энтропонетиков. Когда-нибудь весь мир превратится в такую двухмиллиметровую прореху. Она умолкает. Ветер задувает дыру и витраж холодно. Сыро. Я пока не буду принимать это в расчет. Однако, все остальное, часть этой информации можно использовать, чтобы начать формулировать объяснения для сотрудников предприятия. Возможно, это прозвучит как бред сумасшедшего, но... ...определенно прозвучит. Она пожимает плечами. Еще, возможно, клуб анодной музыки не худший вариант использования этого пространства. Такой клуб единственное, что способно удержать это место и всю остальную реальность от распада. На самом деле, я сейчас подумал, не опасно ли это? Да, затея все еще безумная, как и я. Возможно. Да, да пребудет свет во вселенной, и да не будет он никогда. Спасибо. И камон, давай уже закончим с этим. Нас еще ждет вполне неинтропонетическое расследование в этом районе. Есть одна загадка, которую пытаюсь решить. Потустороннее сообщение в домофоне проклятой торговой зоны. Кстати, да! Та жуткая женщина, она хлопает себе по лбу. Мы все гадали, что это такое, еще когда работали в том здании. Но потом я про нее совершенно забыла. Должно быть, это антропонетические перекрестные помехи. Как те, что бывают при радиосвязи с международных звонках. Теперь, когда серость подступает, понятно, откуда все это взялось. Наверное, бормочет лейтенант. Это также объясняет, почему у нас постоянно возникают такие помехи на полицейской волне. Энтропонетические перекрестные помехи. На самом деле, это очень частое явление. Когда сигнал проходит через серость, происходит всякого рода перебой. Вы можете слышать обрывки чужих разговоров, голос бывшей возлюбленной или эхо событий, произошедшие сто лет назад. Серость представляет собой пелену воспоминаний. И совершенно не важно, кому эти воспоминания принадлежат. Услышать можно все, что угодно. Понятно, спасибо. Так, насчет стрельца. Она отрывается, глядя на монитор. То есть, вы хотите, чтобы я настроился на радиочастоты коалиции? Возможно ли это? Вероятно, хорошая... Хорошая... Вероятно. Хорошая ли это идея? Не уверена. Основная трудность это найти достаточно мощную антенну. К сожалению, антенны для мега дальних волн не продаются в обычных магазинах. Она говорит, серьезно. Даже РГМ нужно запрашивать социальное разрешение у коалиции, чтобы использовать такое оборудование. А радиовышка на крови земли? Не такое под силу? Очень в этом сомневаюсь. Эта вышка еле справляется с передачей коротких волн через залив. Для создания мега низких частот потребуется антенна гораздо больше. Но у нее есть идея. Ты видишь, как в ее мозгу загорается лампочка. Я не вижу других вариантов. Придется соорудить антенну самостоятельно. А мы можем просто соорудить антенну? Да, с технической точки зрения это не так уж и сложно. Сложнее будет найти подходящее место для нее. Концептуализация. Набор магнитных игральных... А чем тебе набор-то мешает? Ладно. Нужен металл. Много металла. Чем выше будет конструкция, тем лучше. Нечто внушительнее и доступно. Если рядом будут располагаться источники энергии, вообще замечательно. Концептуализация. У меня есть на концептуализацию шмотки. Погодите. У меня есть пиджак. Что у меня еще было на концептуализацию? Визуальный анализ. Эмпатия. Хочу ли я сейчас на эмпатию? У меня сейчас логика скорее нужна. Стойкость. Расприятие. Драмы. Сумрак. Ну-ну. Риторика. Трепет. Так, это у нас... А, это у нас эмпатия тоже. Набор под эмпатию. Логика. Логика. Квилибристика. Серьезно. Квилибристика. Логика. Драма. Визуализация. Драма. У меня, похоже, ничего больше нет на концептуализацию, да? Полицейская волна. Техника. А, нет. Вот, есть рубашка. Концептуализация. 92%. Нормально. Пробуем. Получается. Закрой глаза. Разверни в голове карту Мартинеза. Сейчас утро. Ты стоишь на площади перед танцами в трепье. Ветер гонит по отреснувшим плитам пустую бутылку. С севера доносится недобрый детский смех. Недобрый. Повернуться лицом к заливу. Твой взгляд скользит на запад по выложенной плиткой тротуара. Ты видишь скамейки и несколько чахных скрюченных деревьев. Дальше одна вода. У тебя за спиной раздается низкое подстороннее... Ииии... К жилым домам. По ту сторону запущенного дворика возвышается уродливое награждение бетона, штукатурки и... Гофрированного листового металла. Ты снова слышишь еще больше настойчиво... Еще более настойчиво... Ииии... К перекрестку. Статуя Филиппа? Серьезно? Огромный кусок железа? Точно! Ты поворачиваешься. Утреннее солнце слепит глаза. Ты прикрываешь глаза ладонью, и перед тобой вырастает огромная тень. Исполинский зверь, будто застывший в воздухе. Статуя Филиппа. Мертвый король и его конь. Это может сработать. Нам понадобится подходящий источник энергии и очень длинный кабель. Если подключить антенну к одному из застрявших в пробке грузовиков, теоретически мы можем экспонциально увеличить длину волн. Экспоненциально, да. Как бы она не относилась к твоему проекту раньше, теперь ее полностью захватила эта техническая головоломка. Хотите сказать? Тише. Я провожу расчеты. Да, если нам удастся найти какое-какое дополнительное оборудование... Звучит, конечно, нелепо, но я думаю, мы сможем превратить весь перекресток в единую фрактальную антенну. Ее голос не слышится, нотки восторга. Она восхищена собственной смелостью. Главное, чтобы антенна работала. Детали... Это очень большая антенна. Да, вполне вероятно, самая большая частная антенна в Ревошоле. Кабеля и усилителя у меня достаточно. Кабеля и усилителя у меня достаточно. Источный источник питания я найду. Осталось только раздобыть сам радиопередатчик. Где мне его найти? На этот вопрос у меня нет ответа. Но не думаю, что это будет так уж сложно. В округе полно радиоаппаратуры. Если у вас есть лишние реалы, передатчик можно даже купить. Неважно, откуда вы его возьмете. Главное, чтобы он работал. Знаю, что вы спросите. Нет, приемника из моей кинемы я не отдам. Я и не собирался. Давай вытащим приемник из моей кинемы. Может, просто воспользуемся вашим РЭМ. Так, в радиокомпьютерах есть передатчики? Кажется, я видел радио в офисе рядом с портом. Радио в офисе. Ну-ка. Она кивает. Вполне подходящий вариант. А радиокомпьютерах есть передатчик? Да, конечно. Хотя, чтобы извлечь передатчик из компьютера, потребуется притянуть технические навыки. Честно говоря, овчинка-вычинки не стоит. Просто найдите обычное радио. Ладно. Видимо, придется раздобыть радиопередатчик. А этим временем соберу все остальное. Встретимся здесь, когда найдете передатчик. Окей. Это очень неожиданно сейчас все. Так, нам нужна музыка. Четкая загрузка, толкая. Сколько у нас поинтов? У нас 4,5 поинта. Ох ты ж. Копать, хоронить. Так, возьмите ответственность. Добавьте, найдите запись мелодий для Экамона. И исследование Сомы. Так, передатчик. Он может быть у нас в порту мысль. Уборка в комнатах. А потом с этим ознакомимся. Вот что мне сейчас интересно. Мне нужна полицейская волна и трепет. Наверное. Мне нужна обратно бронька. Мне кажется. Так, и насчет очков посмотрим. Нам нужно послушать запись. Вот. Вот эту вот. Сохраняемся. Пленка лучший хит авиастрелка. Переносной проигрыватель. То, что нужно. Катушка вставляется в него с приятным щелчком. Пленка располагается как раз за магнитным считывателем. Прослушать. Прослушать. Ты нажимаешь комменсер. И катушка начинает крутиться. Воздух наполняет сильнейшими помехами и звуками работающих механизмов. Это не Ревашоль. Произносит мужской голос. Это сраная деревня. Практически вижу слонов. Еще один громкий скрипт. Какой-то механизм. Пристань. Ким достает свой блокнот. Это звуки от крана Квалсом. Он прав. Снова помехи. Когда все закончится, разнесут все как солдат апокалипсиса. Убьют всех. Даже собаки кур. Сниму комнату. Корти. Сними. Сниму комнату. Корти. Да пошикарнее. Следующие слова разобрать невозможно. Да пофиг. Я задолбался. Я не вывожу морально. Я их всех оприходую. От имея эту диско шлюху прям на стойке. Ну ту блондинку. Ну тут другое слово. Конечно. Со второго этажа. Я и устрою. Кахой. Привкус так и остался во рту. Щелчок. Затем тишина. Больше на пленке ничего нет. Лейтенант нажимает кнопку. Оректер на твоем переносном проигрыватель. Пленка останавливается. Привкус так и остался во рту. Щелчок. Затем тишина. Уже не хотите ли вы мне сказать, что он сам застрелился? Па-па-па-па-па-па. Что это такое было в самом конце? Вот-вот-вот. И мне это интересно. Конец записи. Что думаешь? Кажется, вполне подлинно. Вероятно, это запись их рации. Вторую отредактировали, чтобы она звучала более изоблачительно. Судя по звуку, он патрулировал район пристани. Но он ведь сказал, что собирается это сделать. Никто его за язык не тянул. Просто по мне так ничего странного. Просто парень выпускает пар. Давайте вот так. И все же, лейтенант смотрит на пленку, тебе уже знаком этот взгляд. Это его взгляд-подозрение. Кто такой Корти? Корти это, скорее всего, сокращение Кортынар. Еще один наемник, с которым он вел беседу. А третий, наверное, ретранслировал сигнал. Что такое Кахой? Деревня на Самарийской изоле. Южная Сафреградская армия совершала там военные преступления. Как раз вроде тех, о которых он говорит. Конфликт в Южной Сафре. Это война чужими руками, которую Град и Сафра ведут уже 12 лет. Заревнуясь в масштабах зверств. Град впереди с большим отрывом. Думаешь, он был там? Кто знает. Вероятно, это можно было бы выяснить по татуировкам. Понадобится его послужной список. Символ поведения солдата апокалипсиса в мирных условиях. Так, хорошо, и что теперь? Думаю, стоит задать еще несколько вопросов в классе. Согласны? Насмотревается по сторонам. Эта запись противоречит ее показаниям. По крайней мере, в некоторых аспектах. Еще и как согласен. Тупо из интереса. Могу ли я отдать эту пленку? Прикиньте, он ее смиксует. Ох ты, сумасшедший был звук. Да, это было круто и страшно. Настоящий хардкор. Его голос рожается от стен, а потом потеряется тишина. Даже немного слишком настоящий. Он проводит рукой по волосам. Я не мог его контролировать вообще. И что случилось? Он высасывает весь воздух из микса и остается один в вакууме. А потом начинает сжиматься и сжимать все вокруг. Полностью вытесняет все мысли. Сумасшедшая вещь. Можем с этим что-нибудь сделать? О, похоже, что он просчитывает уголы и возможные варианты. Не знаю, возможно. Кто-нибудь может кто-то с этим сделать. Мне кажется, что такой звук издает будущее. Судя по всему, будущее не из приятных. Не уйти от звука, не уйти от будущего. У меня есть пленка. Вау, он выхватывает пленку из твоих рук и вставляет ее в свободную ячейку. Придерживая наушники одной рукой, он слушает запись, потом произносит, качая головой. Нет, нет, нет. Это напугает народ. Он протягивает пленку. Танцполом правит позитив. Ладно, забей. Ну, мне просто было интересно, что случится, если мы эту пленку ему дадим послушать. У меня 4,5 поинта. Знаете, что я хочу попробовать? Это глупо, но все же. Так. Поговорите с глупо. Поговорите с глупо. И теперь у нас 17%. После 4 поинтов. Нету бесполезных навыков. Если у меня получится 5 очков кинуть в технику, я думаю, что у меня будет шанс где-то 28% на вскрытие той двери. Я бы на это пошел. Я бы рискнул, потому что мне интересно, что там. Там явно что-то важное, раз она так заперта. Пойдемте сейчас к лосье. Посмотрим, как это все обернется для нас. Потеряем ли мы очко навыков, пытаясь из нее что-то выколупать. И уже исходя из этого будем делать какие-то выводы. Мне очень интересно вот такие вот мертвые триггеры вытаскивать, потому что там явно что-то очень крутое. Пластинка, кстати. Этот дружище, он у нас же пластинками не торговал, по-моему, да? Или... Так. Стоимость я хочу купить ветровку. Нет, это ветровка. Тут ветровка, тут очки, а тут кроссовки и колонка, да? Сразу понятно. Колонка, фаун, колонки. Ладно. С вариантом с музыкой для Экомона будем разбираться чуть-чуть позже. Я не знаю, что ему нужно, как ему нужно. Пойдемте сейчас к лосье. Зайдем. Нам еще нужно зайти к крещице костей и рассказать ей про всю эту фигню, про серость. Но мне сейчас больше интересует, что нам скажет к лосье. Как это все потом... ...обернется. Ха. Вообще сегодня так эпично прошла эта серия. Я даже не думал, что эта аномалия связана с серостью. Хотя это было бы самым логичным предположением. Надо было самому до этого догадаться. Проблема в том, что я, наверное, сейчас очень большой перерыв сделал между прошлой серией и этой. В прошлой серии мы как раз с вами... ...прошлое, позапрошлое, я их две серии подряд записывал, мы разбирались про серость. А здесь я просто не смог их связать между собой. Жаль. Нам бы еще ключик найти от той двери синие внизу, было бы здорово. И узнать, кто тут ходил. Там следы вообще-то были. Надо с Гартом поговорить. Ой, столько всего надо сделать. Хорошо. Классе. Мы прослушали запись на ней. Погибший утверждает, что собирается... ...кого-то изнасиловать. Он оставит свой кофе на столик. Фарфор чашки с тихим звоном опускается на металл. Он так и сказал. У меня лицемелькая улыбка. Я никогда не говорила, что он был хорошим человеком, или что у него были добрые и намеренные. Только что он никогда не делал мне ничего плохого. Ей все равно. Ей все равно. Ее это даже забавляет. Но кассету он называет... На кассете он называет конкретную жертву. Вас. Ммм. Откуда у вас вообще эта запись? Это радиоперехват разговора погибшего. Кассету прислали... Записали с помощью дешифрующей станции. Запись подлинная. Она угибает бровь. Говорил, что собирается сделать это, как солдат апокалипсиса? Именно так он и сказал. Да, это можно назвать его способом подкатывать к девушкам. Она снова берет в руки чашку. Воспоминания всплывают на поверхности и уставшую... Уставшую у нее кортекса нельзя назвать... Его нельзя назвать неприятным. Он много раз повторял про... Шалап. Говорил, что он готов устроить... Говорил, что он устроить кахой. Да, он пользовался этим словом. Упоминал о зверствах, что творились в Южной Сафре. Да, он говорил... Променал про кахой, да. На самом деле он там никогда не был. Его туда не посылали. Или, по крайней мере, он ничего об этом не рассказывал. Об этом был... Это был уже перебор. У него был собственный кахой. Это проявлялось во всем. Зачем тогда такое говорить? Мочизм? Да, он похвалился этим. О, нет. Я уверен, что он на самом деле творил все это. А потом интегрировал свое представление о нормальной жизни. Чтобы продолжить жить дальше. Все это осталось глубоко внутри. Пока не стало его... Задумается... Не могу подобрать слово. Он довольно... Она довольно наблюдательна. В том, что касается характеров. Ее учили быть наблюдательной. Вас этому аранская литрана учила? Попахивать психологией. Люди, которые обучались в университете, знают, как использовать в речи слова типа... Интернализировать и интегрировать. Так что же... Так что же там было за слово? Она все еще не может его подобрать. Это еще не все. У нее в голове полный справочник. Патологии и того, каких можно использовать в своих интересах. Я так и вижу, как она перелистывает его страницы. Кстати, этому книжному червю можно доверять. Сила воли говорит про нашу энциклопедию. Насколько я могу судить, он не попал под ее обаяние. Единственное, кто не попал под нее, кроме меня, конечно. Сила воли и энциклопедия. Механизм подавления стресса. Дежурной шуткой. Я хотел сказать дежурной шуткой. Похоже, вы не слышали его лучшие шутки. В юморе Лели намного больше фанка. Намного. Словно бы Семиминские войны, резня в Кахои и Гол 36-го в Иисути сошлись в одном человека. Закованном в аранскую керамическую броню. Броню, которую он не снимал ни в постели, ни в душе. С каким человеком вы проводили время? Встраивали романтические встречи? Детектив. Все мы стремимся урвать любые кусочки счастья, до которых способны дотянуться. Даже если достать их можно только с помощью туалетного ёршика. Серьезно. Все мы и вы и ваша первая любовь. И этот наш господин Кахой. Он говорил вам, что на самом деле творил что-нибудь подобное, я имею в виду здесь, в Мартинезе. Нет, мы были слишком заняты разрушением наших нервных систем, чтобы выплескивать хоть какую-нибудь ярость наружу. Он выглядел... Задумывается. Полагаю, он выглядел счастливым. Расслабленным. Насколько это возможно для такого, как он? Мне чувствуется некоторая гордость. Она гордится, что ей удалось усмирить ярость в таком создании. Каким же он был на самом деле? Прежде чем переходить к другим вопросам, расспроси её подробнее. Он вроде не... Она вроде не против поговорить об этом. Да, кстати. Спасибо за разъяснение. Он оборачивается к тебе. Как только вы закончите, мне не терпится послушать, что на это скажет Тит. Это да. Он делает крошечный глоток. Она делает крошечный глоток. Так, у вас было время, чтобы прийти в себя. Может, расскажете теперь о жертве? Как, например, его звали. Я не знал его настоящего имени детектива. Просто звала его Лели. Прозвище? Наверное, он из Лелиштата. Это сокращение. И по всей видимости, это был его позывной. Он говорил, что его настоящее имя ему не принадлежит. Я пыталась вытянуть из него подробности, но безуспешно. Лелиштат. Неплохо для начала. Лейтенант записывает это в блокнот. Затем вырывает страницу и отдает себе. У него есть к вам несколько вопросов. Осмотр тела дает далеко не полную информацию. Женщина вытягивает шею, пытаясь разглядеть, что написано на вырванном лейтенанте листке. С ними синими чернилами аккуратно перечислены выводы, сделанные по результатам осмотра тела. Вот. В столбце слева записаны моменты, которые нужно уточнить. Где находится Лилиштат? В смысле? В Аране, детектив. Это, кажется, называется муниципальным образованием. У черта на рогах. Муниципальное образование Лилиштат включает небольшое количество округов, еще меньшее количество городов. Оно состоит из сельскохозяйственных земельных участков у границы Готвальда. Краткое описание коровы и силы с пшеницем. В Аране, аранская карта морских путей, его татуировки соответствуют происхождению. Вы почти угадали, офицер. Лейтенант качает головой, словно ты только что промазал дротиком по мишени. Значит, он был в акциденте, а не с Мунди. Я внесу изменения. Вы оба из Аране? Да, мы были земляками. Это вас связывало? Нет, он для такого был слишком старый. К тому же из другой части Араньенрика. И даже, я даже не понимал его акцент. А что нас действительно связало, так это не Аранья, а дурные привычки. Сайкс, алкоголь. Ну, в принципе, да. И что, никакой любви к родной Арань? Но он же был зольдатом. Военный и не патриот? Нет, он ушел с воинской службы, когда его научили тому, чем он занимался на семянинах. Он не был ура-патриотом. Скорее, придерживался философии заработай бабла, убивая людей. Он был далеко не дурак. Она делает долгую затяжку, затем запивает ее кофе. Коммуникабельный командир небольшого отряда, но точно не патриот. На тебя накатывает волна ярости. Слова срываются с языка. Мерзкий наемник. Прежде чем тренировать его, Аранья просто обязана была убедиться, что в его груди горит патриотическая ярость. Блин, зачем я так? Она, с изволением, смотрит на то, как ты бьешь себя в грудь. Если бы она в нем горела, мы бы не были вместе. Если подумать, может, как раз наша ненависть, Коранья, не нас и свела. Она смотрит по сторонам, волосы развиваются на метро. Надеюсь, это взаимно. Порыв ветра кружит вокруг нее, нежно обдувая серебристую ткань, которая покроет ее плечи и длинные худые руки. Ревашоль не всем отвечает взаимностью. Так и есть. Ему не ответил. Это чувство проходит, как исчезает и холод. Женщина следит, как твой взгляд движется по листку, вырванному из блокнота. Хорошо. Сколько ему было лет? 42. 42, вы уверены? Я думал, ему за 50. У него было много шрамов, из-за которых он выглядел старше. Однако, нет. Она улыбается воспоминанием. Мы даже праздновали день его рождения всего несколько недель назад. Прекрасные два дня. У него не было причин врать мне. Ага. Кстати, мы подбираемся потихонечку к пяти очкам. Хорошо. Похоже, вы оказались правы, офицер. Лейтенант постукивает по своему блокноту, как будто присуждает какие-то очки. Ха, спасибо. Очки, это хорошо. А вот тебе очко, старый пёс. Прежде чем все мы умрём. Кем? Я не думал, что мы с тобой чувствуем какое-то соревнование. А, не думал, что мы с тобой участвуем в каком-то соревновании. А мы и не участвуем. Расследование преступления. Командный вид спорта. Для него это спор. Что же, типа стрельбы из лука или дартса? Тебе всё равно очень важно попасть, да? Закончить изучение. Хорошо. Женис смотрит на тебя, затем перевод взгляд на лейтенант, затем снова на тебя. Ей это явно нравится. Как вот цвета были глаза? Голубые. Словно она умолкает, прикрывает глаза, затем продолжает. Знаете, словно голубые галактики. Было так странно видеть эти глаза на его расфигаченном лице. Простите за выражение. Она затягивается. Мне к нему несправедливо. Он не был уродлив. К тому же у него был такой красивый нежный голос. Очень удивительно, учитывая все его шрамы. Было что-то необыкновенное в том, как он говорил. У него были боевые шрамы на подбородке и возле рта. Да, очень жуткие. Кажется, ей нравится это слово. Из-за них создалось ощущение, что половина лица треснула и подобие какой-то странной улыбки. Это его глаза. Кстати, внезапно вспоминал лейтенант. Его волосы. Не помните, какого они были цвета? Светлорусы. Он был почти блондином. От бриолина они становились темнее, жирнее. Его было неприятно гладить по волосам. Но я не смогла убедить его оставить волосы в покое. Интересно, я тоже гладил. Ким, я говорил, что бриолину нужно отметить в результатах. Я получу очко. Да, вот так вот. Жирная, да? Не взмутим, спрашивает она. Затем затягивает сигареты и на мгновение задерживает дым во рту. Теперь это наши общие воспоминания. Ладно. Она вспоминает, что происходит с телом во время осмотра. Этим ты ее толсток не собьешь. Она понимает. Хорошо. Передем другим вопросом. У него была татуировка. Что она означала? Вот. Вот это очень интересно. Ах, улыбается она. Это. Она ей явно нравилась. Она вам нравилась? Да, очень. Карта морских путей? Да, морских путей. Хотя она прежде всего была нужна, чтобы покрасоваться перед телочками. Как это? Ну, как это? Она отклоняет голову. Представьте, он лежит в постели. Чудовищная гора мускулов. Весь в шрамах. Конечно же, татуировка важна. Татуировка влажной простыни. Это что-то из аранской литры? Это та самая суть аранской литры. Момент отдохновения. Такой же темный и безнадежный, как и сама борьба. Она отклоняется еще дальше, словно иллюстрируя свои слова. Он курит и пьет, конечно же. А его грудь, плечи и руки покрыты звездами. Десятками, сотнями, может даже тысячами звезд. И тут женщина такая, оказывая зострым ногтем куда-то в воздух на воображаемую звезду статуировки. Зая, а что это такое? И он такой, она говорит басом, пародируя его. Это была полная жесть, детка. Они спрашивают. Ну ладно, Зая, а что это? И он такой, прошел сквозь ад и вернулся. Убил десяток голожопых. И так далее. Звезда за звездой. Порт за портом. Одна страна третьего мира за другой. И в каждой, в каждой из них он творил ужасные вещи. Вы были на месте этой женщины? О, да, она кивает. А можете рассказать, что именно значит эта татуировка? Ой, нет. Она не берет снимок. Я уже насмотрелась на его труп. Расскажу и не глядя. Она наливает себе еще кофе. Продолжайте. Он был плечистым, голубоглазым мальчишкой из маленького городка. Он был беден. А правительству ранее срочно требовалось кого-то убить. Так что они превратили его в машину убийства. За деньги. Татуировки жертвы. Отлично. Хорошо. Его отправили в Академию убийц в Фредфорте. А потом убивать людей на Семенинских островах. И на других островах тоже. На всех островах. После этого он попал в Ревашоль, где убили уже его самого. Спасибо. Интересная история. А, когда ты пьян, тогда эта история может казаться увлекательной. Ведь у тебя есть лекарство, которое помогает с ней справиться. Но когда ты трезвый, вспоминать об этом не хочется. Он слегка улыбается. Сменим тему? Думаю, на этом вопрос окончен. Хорошо, лейтенант складывает бланк с другими бумагами. И на мгновение задерживает взгляд на женщину. Он наливает себе еще кофе. Спокойно. Изящно. Визуальный анализ. Погоди-ка. Вот этому распухшему до неузнаваемости мужчине было всего 42? Да, он так сказал. Столько травм, пара недель разложений, все отечные непотребства, смерть и под всем этим ему было 42 года? К чему ты клонишь? А сколько тебе? Вот к чему. 45 тысяч литров чистого спирта оставили свой отпечаток. Интересно, думаешь ли ты, что под этими наслоениями? Можно спросить любого из них. Ким, сколько мне по-твоему лет? Что? Лейтенант не уверенно, расслышал ли. Сколько мне лет на вид? Сколько? 58. Господи, я такой... Я старый такой, серьезно. Может, ты ошибся насчет покойника? Я такой старый, серьезно. Вы сами спросили? Пожимай там плеча. Может... Ну, наверное, ты прав. Настолько я и выгляжу. Вообще-то, пожалуй, 54 прищуривается он. Алкоголизм серьезно подпортил вам внешность. И действительно... И я действительно не угадал возраст покойного. Подожди, тут требуется научный подход к измерениям. Я не хочу больше... Валя, правда, меня не страшит. Новая мысль. Генератор, даты рождения. Лабораторию! Визуальный анализ, серьезно? Так, генератор. Погодите. Что у нас тут? Поговорите с Титом. О пленке. А что у нас готового? Расспросите классе об убитом. А что у нас про татуировки? Поговорите еще с кем-то про татуировки. Проклятый отель. Долорес Дэй очень любит фигурки. Так, ботинки повешенного. Найдите орудие убийства. Узнаете информацию. С понедельника у нас ничего не осталось. Спросите Эклера. Кстати, с Эклером поговорите. Нам все равно в порт надо будет запись для мелодии Сэй Камона. Хорошо. У нас 5 поинтов. У нас 5 поинтов. И это просто шикарно. Давайте на этом сохраняться. Продолжим тогда следующую серию. У нас есть чем заняться. И очень бодрые планы на дальнейшее. А пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.